Приветствую вас, друзья, на канале обучение и саморазвитие. Сегодня мы поговорим о такой теме, как переедание и можно ли от него умереть. Давайте же посмотрим. Новогодние празднества, дни рождения и другие государственные и личные торжества никак не обходятся без обильных застолий. Невозможно отказаться от приготовленных блюд. И тут встает любопытный вопрос, а можно ли умереть от переедания? Ведь наверняка почти каждому знаком такой сценарий, когда после нескольких порций салатиков, пюрешечки, шашлыка, копченой скумбрии, сыра и колбаски, литра компота или сока, еще хотелось вкусить десерта. А если сладенькое опять закусить солененьким, а потом и тортик на стол выставят. Тут уж сам напрашивается вопрос о том, а не лопнешь ли ты от обжорства и возможно ли смерть от переедания? Нам иногда кажется, что вот сейчас уже от этого еще одного кусочка тортика желудок лопнет, но нет. Этот орган пищеварения имеет очень прочные стенки и способен увеличиваться в размерах. Желудок способен принимать огромное количество салата, супа и гарнира, но не до бесконечности. От переедания человека начинает тошнить. Если при тошноте вы еще добавите кусочек десерта, то незамедлительно побежите в туалет, так как начнется рвота. Хотя в истории есть факты, когда желудок от переедания может лопнуть. Есть зафиксированные случаи, когда от обжорства желудок разрывался, но это скорее исключение, чем правило. Желудок мгновенно реагирует на большой объем пищи и растягивается. Не до необъятных размеров, но у некоторых отдельных личностей может вместить и 60 гамбургеров. Медикам известны такие ситуации, когда разрывается не желудок, а пищевод и возникает небольшое кровотечение. Какие же последствия обжорства? То, что выше приведенные факты не дают положительный ответ на то, можно ли они умереть от переедания, не значит, что оно не так опасно. Последствия обжорства могут быть как и незначительными, так и перерасти в тяжелые заболевания, последствиям, которые как раз и приведут к смерти. Познакомимся подробнее, к чему приводит обжорство. Чаще всего от переедания случается не разрыв стенок органа пищеварения, а начинается рвота. Попробуйте пить теплую воду мелкими глотками, но не просто пейте, а фиксируйте количество стаканов. Через некоторое время вы заметите, что жидкость уже не вмещается, то есть у вас появилась тошнота. При следующем глотке вас просто вырвет. Так вы и узнаете, какой объем жидкости или пищи может принять лично ваш желудок. При интоксикации так можно очищать свой организм от отравляющих веществ. Вам надо будет промыть желудок, что вы с успехом и сделаете, так как начнется рвота от переедания и все содержимое желудка выйдет наружу, а вам станет легче. Умереть от обжорства можно, но не от разрыва желудка, а от осложнений начавшихся от ожирения. Любовь к сладкому, жирному и соленому, перекусы на ходу приводят к ожирению. От лишнего веса страдает сердце, сосуды, а тут уже недалеко до инфаркта, инсульта и кладбища. Так что смерть от ожирения вполне возможна. Давайте затронем еще одну тему, такое понятие, как врожденный синдромом Прадера-Вилли. Новорожденные дети с таким синдромом медленно развиваются и плохо кушают. Деток начинают кормить по усиленной программе. Так продолжается год или немногим более. С ростом больных синдромом Прадера-Вилли наблюдается повышенный аппетит. Все не нормализуется, а переходит в противоположную стадию. Больной ест все подряд, без разбора и не может наесться. Тело быстро набирает лишний вес. Такие люди могут кидать в рот не только продукты, но и все, что могут проглотить. При таком заболевании нередки случаи, когда пациенты умирали от разрыва желудка. Такая причина смерти у больных синдромом Прадера-Вилли не исключение, а закономерность и особенность заболевания. Чтобы спасти таких людей, приходится помещать их в специальные заведения, где есть строгий контроль над питанием. Люди с синдромом Прадера-Вилли могут есть до бесконечности. Их мозг постоянно требует пищи, кричит, что он умирает от голода. Такие пациенты не чувствуют насыщения, симптомов переедания, их не рвет при переполненном желудке. Если вы пичкаете себя едой, когда уже желудок протестует, то пища пойдет не в кишечник, а в горло в виде рвоты. Рвотными массами можно и захлебнуться, если они попадут в дыхательные пути. Сомневаюсь, что вы пожелаете испортить себе праздник и обниматься с унитазом. Организм правильно сигнализирует о переедании и не позволяет адекватному человеку доводить себя до смерти. Умереть от обжорства можно, когда вы перекормите желудок до смерти. Это возможно в случае, если съесть ледяной пищи в огромных количествах. Тогда организм не справится с переохлаждением. Почему чревоугодие считается смертным грехом? Вроде и не так страшно. Мы ведь едим, чтобы жить. Но все не так просто. Если вы едите, чтобы пополнить свои резервы энергией, то это нормально. А если вы поглощаете пищу, чтобы получить удовольствие, тогда вы занимаетесь чревоугодием и грешите перед Господом. Почему чревоугодие считается смертным грехом? Хотя есть и другие, более страшные прегрешения. При чревоугодии человек становится рабом своего желудка. Все цели сводятся к низшему – получении немедленного удовольствия от пищи. Когда люди вкушают пищу по причине удовлетворения потребности в пополнении энергетического запаса, тогда все системы и органы работают в норме. А если человек заедает стресс, одиночество, неуверенность или депрессию с помощью пищи, то это можно назвать чревоугодием. Многим понятно, что никотин и алкоголь можно отнести к наркотикам. Но, так можно сказать и о сахаре, когда люди с огромным удовольствием регулярно перекусывают мармеладками, шоколадками, конфетками или пирожными. Курильщику хочется закурить, алкоголику требуется похмелиться, а сахарный наркоман мечтает о сладком перекусе. Во всех случаях модели поведения аналогичны. Голод свидетельствует о том, что вы истощены и клеткам недостаточно энергии для работы, но все не так прозрачно. Здесь играет свою роль дофамин. Пища необходима человеку как топливо, а если вы едите ради решения эмоциональных или чувственных проблем, то происходит надлом в работе дофаминовой регуляции. Дофамин служит человеку скорее как горький плод, а не сладкий пряник. Мозг снижает уровень дофамина, что проявляется в виде появления чувства голода. Это заставляет нас активно действовать и искать выход. При достижении цели система поощрений повышает уровень дофамина и мы чувствуем себя хорошо. Падение дофамина подгоняет человеку к достижению целей, что достигается путем погружения организма в глубины стресса и напряжения. Не стоит грешить, занимаясь чегоугодием. Нежелательно подседать на сладкое, как на наркотик. Нет смысла обжираться так, чтобы лучшим другом на вечеринке стал унитаз. Можно сказать, что желудок человека резиновый, но не стоит проверять его и тот факт, можно ли умереть от переедания или нет. Лучше прислушиваться к своему организму и вовремя откликаться на его предупреждающие сигналы. Употребляйте пищу по своим потребностям, тогда вам не грозит умереть от обжорства. А душа будет спокойна, ведь вы будете далеки от чревоугодия. А я желаю вам всего самого наилучшего. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!